всем привет снова на нашей кухне в эмиратах и сегодня мы будем готовить наташа будет готовить скажу правду салат табуле вкуснейший салат ну вот может тебе напомнила что расскажи-ка что у нас должно здесь табуле арабский салат насколько я знаю что он арабский значит ингредиенты это булгур булгур почему мы покупали мы не помним где-то 5-6 килограмма очень очень бюджетно причем должен быть булгур он должен быть мелкий который заливается кипятком навелось не варить а просто залить кипяточком настоялся он будет готов светлый булгур дальше огурцы покажи цену пожалуйста показывай давайте посмотрим цены в эмиратах местные огурцы местные огурцы кстати сейчас вот мы выбрали не волки логичного 81 до а килограмм 5 дирхан но это возможно еще без пятипроцентной ну вот это уже помидорчики они тоже местные местные помидоры а вот значит хорошо все все-таки три как вы видите цены волонтри хорошие плюс минус где-то даже пахнут помидорами так дальше основной ингредиент как я считаю в табуле это зелень значит мята мячом мятый пучок петрушки красивые цвета яркие и все они по одному дирхаму стоят ой как пахнет да не по каждый пучочек каждый день дирхам и пучочек хороший не то что иногда мы себя в стране приезжаем да и такой пучок бывает вялый продают за такие деньги что мы уже говорили что здесь очень много зелени очень много я даже практически половины и не знаю что это продают и любой пучок будет стоить дирхам или даже 95 филсов прошут у нас копен стоит дирхам чико в калифории большом море то 95 и там и шпинаты и боже я не говорю я просто даже не знаю половины что там продается на доллар можно купить зелень 3,5 пучка на доллар еще что в классическом рецепте ну что я не люблю в классическом рецепте еще идет лимон лимонный сок арабы очень любят кислые кислую еду вот именно такой вот лимонный сок да вот практически такого лимонного цвета ты сама знаешь да как едят они лимон да очень много лимона очистить и начать дети кушать как апельсинку лимон да то есть лимон поливается и еще один ингредиент это лук репчатый лук но я кинзы нет кинза дзы я знаешь есть помню что ты ее не любишь но я не люблю ее и поэтому кто-то пучками режет то есть в принципе я так считаю как бы я не утверждаю что я там классический знаю рецепт и так далее но я выбрала себе ингредиенты которые мне подходят нам нравится этот тебе нравится да мне очень нравится это самое главное не вставляю нравится ну и вот по вкусу то есть кому-то кинза кому-то может кто-то укроп но я не знаю вот как укроп будет смотреться если честно я вот себе выбрала раз два три четыре ингредиента вот друзья мои всего четыре ну скажем так раз помидоры два огурец 4 5 5 и петрушка на петрушку 5 на 5 ингредиентов получает посчитать сколько у нас осталось и сейчас мы отсыплю где-то шесть в голову раз сколько и будем начинать мыть фрукты фрукты овощи овощи и фрукты заодно по моему найдем там холодильнике чего о 6 это уже много оставляет 6 ну все значит съедаем все сегодня нас просто как у нас будет 8 ложек это будет много он обычно ты рекомендуешь на вот такое количество овощей 6 ложек я 6 делаю 6 я хорошо овощей и зелень сейчас закипит вода я залью поднимется вот это вот все там ну давай все будем показывать чтобы уже точно было чтобы уже сразу потому что это долгий процесс я не знаю как кто режет вот я имею ввиду со стволами вот это вот но я так не делаю я конечно заморачиваюсь тем что я вот отрываю каждый листик я не люблю это боже мой ускоренную сумку стоит быстро обыдралась я вам вот это все конечно не буду пока что мы вот у меня и замаруха вроде бы салат очень простой но вот с этим я заморачиваюсь и даже вот в петрушке я тоже корни то толстый не вкусно да хорошо промыть поскольку действительно тут очень много песка очень много да в этой стране много писем так как она растет на песке ну и в любом какая разница кстати видео про песок и ферму смотрите сунила посмотрите пожалуйста очень интересно и что еще хочу сказать а потом нужно самое главное мелко мелко нарезать мы все это покажем сейчас пока приступаем к мытью прикол в этом в этого салата что надо очень миленько порезать тогда она получается сейчас все увидим если у кого-то есть механический способ то есть не ручной а какой-то машины то конечно классно было но у нас нету поэтому будем резать вручную первое мы приступаем сейчас к булгуру или к мытью овощей ну закипит вода зальем а потом будем мыть воды сколько она вот такой вот чтобы залилась ну вот она у нас стоит 05 где-то ну мы по я не знаю даже ну у нас 05 сейчас посмотрим наверное 05 я залью да и зальем потом покажем конечно как мы заливаем воду то есть смотрите наши вот обучающее видео как заливать воду 05 обучалки да смотрите обучалочку канал обучалки в эмиратах обучалки в эмиратах все оставайтесь с нами и вернемся сейчас к вам водичка закипела наливаем ой тяжело все сейчас закрывать закрывать нужно или просто ну конечно сейчас подожди вот она сейчас всплывет малюха там бывают всякую а процеживать его мы ждем что золото будет сплавать да ну знаешь как бы можно найти можно ждать но золото оно будет тяжелее темная боли все смутные времена всплывает тоже всплывает так что золото все добираемся что чуть-чуть ну нет тут все короче потом я уже все это было англиши человека минуточек должно стоять а пока я не порежу все не помою не порежу не очищу и оставляю забываю о нем то есть сейчас начинается мойка очистка резко овощей мойка ты будешь мойка чистить нет я на камере поэтому при листах наташи и вернемся с вами после выяснения ура справедливость торжествует разделение труда наконец-то не ешь оно грязное так ты и шов кролы пишу я не поймал и ничего активнее условий на съемке здесь нет нет к сожалению я тоже готовлю салат табуле просто чтобы потом не писали что я ничего не готовлю ты пожалуйста палочки не кидай я проверю вот что это такое вот что это вот не вот это а это я когда пришла нет я ничего не знаю давай отрывай так видите я тоже учусь делать ты подожди ты еще до петрушечки не дошла давай перейти к петрушечки так куда ты блин ребята песочка реально много я как-то думала там промыла я просто взяла пучок промыла а потом уже начала мыть отдельно эти листики и опять столько песка было очень хорошо надо промывать да и вообще зелье надо что и доказывает что мы живем в пустыне очень натуральные такие дорогие да органическая курица так что надо закупаться у него на ферме и ничего не выдумывая теперь думаю мы зря от курочки отказались у него ну жалко и при нас должны были там порешить поэтому мы расстроились выпили чайка и поехали на вторую ферму в общем смотрите видео ставьте лайки возвращаемся мы на кухню общими усилиями и слава богу да мы очистили пока ты здесь показываешь показываю овощи очистили петрушечку и мяту вот это остатки нет наверно выгнали себе в ресторане жмых надо просто ввести в блюдо чтобы она побольше весело конечно помыли овощи и почистили от шкурки огурчики а вот смотрите сколько песочка это все песок я сейчас еще раз пять буду промывать это только первый раз а потом еще раз 5 промоем вместе представить что это золото мы богат земелька песочек чтобы получить хороший табуле в эмиратах нужно его сделать снимаешь вот ты стираешь одежду ну как а ты знаешь что у них еще в этих травах промывают я извиняюсь от глистов яйца по моему и поэтому вот почему свежая зелень вот такой белок нам не нужно поэтому промывайте дорогие друзья мои и ставьте лайк можно бесконечно смотреть на три вещи помидоры огурцы и как наташа получит петрушку и мяту возвращаемся до возвращаемся в эфир привет еще раз чего хотела сказать чего я тебя позвала огурец помидор тоже режется меленько меленько как можно мель ну как по нормальному миленько вот такой кусок это уже нет это уже не ну соответственно такое тоже не проходит меленько огурец помидор тут опять же по моему вкусу тут все должно быть настолько ну как бы я стоялся же помните сколько его было когда мы заливали целая сейчас ровно два раза больше давай я высыпаю уже дай руку смой то есть потечет это уже нет ну как знаешь там овощи когда кладут горячо они могут же потечь да ну вообще-то в арабской традиции насколько мы знаем у них не принято есть пищу на второй день приготовленную да да они все съедают ну они могут и не все съедать том-то и вопрос но они не едят ее на второй день но все ли не все это я не наверно богатые люди на второй день не едят они богатые думаю оставляю и едят спокойно да ну как бы для нашего понимания это немножко другое правильно и только мы знаем что борщ украинский он должен настояться правил на второй третий на второй третий день на самом деле так что здесь не нужно бояться что помидор потечет то есть надо готовить так чтобы съесть но мы конечно не так готовим и которые так чтобы еще и завтра поесть и послезавтра и на работу взять еще не получится то есть режем меленько меленько-меленько с этим немножко тоже заморачиваемся уже а интересно почему вот откуда пошла эта традиция потому что в пустыне не было холодильников вот каждый день готовить мне это что-то там хоть блюдов докормить или это раньше что-то написано или как мне мы не знаем не ну конечно классно я тоже ела каждый день слышишь мне приготовили я свеженькая поела встала пошла но каждый день это чтобы женщина тяжело так и все мы режем и высыпаем высыпаем до мята петрушка стекают ждут своей участи и я жду своей участи чтобы это все порезать тяжело ну в общем после того как высыпали булгур мы нарезаем мелко помидоры и огурцы и высыпаем в булгур а потом возвращаемся снова чтобы показать как мы режем как наташа режет прекрасную мяту и петрушку положили мы уже в булгур порезанный порезанный огурец порезанный помидор думаем нужно еще и чуть-чуть помидор у нас остался будем резать еще один я не знаю я бы дорезанный так и врач не разного дорезли то порежем зелень и сейчас же будем зелень и мяту и петрушку вот такая уже красота получается действительно очень вкусный салат и летом в жиру это вообще самое оно да это вот с 3 окрошка что там холодный борщ булгур а какие еще блюда таких огуренки ой булгур простите табуле а какие еще такие холодные не знаю а напишите нам в комнатах какие еще холодные блюда вот холодный арбуз тоже отличное холодное блюдо сейчас еще нарежем зелень и покажем окончательно тоже меня красивый салатиком покажи как мелко о это сейчас не получится все равно это всегда сложно так мелко нарезать ну вернемся к видео когда уже закончим вот что я имею ввиду мелко все понятны это очень-очень еще вообще вот 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 такой был вот это нет же еще раз вот это нет это сразу нет это очень-очень мелко тогда она все перемешивается вкусы сливали цвет такой знаешь что такое более ярда стал а этот темный вот тебе смятный сок помощь и говорила нужно мягкий сок да это вкусно и туда опа косяк мы продолжаем продолжаем косяк в общем сделать такой салатик конечно он на пальцы заморочить пальцы в салат не должны входить пальцы в салат да на уха от наташи уже все ингредиенты сложены почищены порезаны помыты так напоминаю здесь огурец помидор порезанная мелко-мелко мята и петрушка а богу а ну и булгур конечно вот я уже забыла 5 ингредиентов мы вам показывали ну конечно же еще мы туда положим соль и оливковое масло по вкусу арабы очень уважают оливковое масло на из них просто уже делайте с каким вам приятно но естественно мы наготовили как на еврейскую свадьбу как говорится поэтому мы все в тарелочки положим потом чтобы сок не не пускала мы не будем класть в большую тарелку которую мы положим судочек а положим себе чуть-чуть соли и чуть-чуть оливкового масла маленькие тарелочки на все остальное доедем завтра летом этот салат очень хорош очень заходит попробуй наверное кстати знаете мы думаем что мы впервые попробовать этот салат на шри-ланке да на занзибаре да на занзибаре он был то там еще дополнением сухариков очень очень вкусный салат но знаешь что он был сухарики обжарены они были очень в масле такой белый хлеб кусочки маленький называться он салатов the house или когда да и конечно очень вкусно он был безумно сытный но и жирный вот из-за того что они в масле увидим этими сухарами сухариками добавляли вес но это был действительно вкусно и когда было очень жарко тоже табуле только с добавлением сухариков то есть если хотите салат еще сделать более калорийным и сытным может добавить сухариков но честно нам и так нравится и так вкусно да все финиш вот такой у нас чудесный салатик получился не забываем добавлять соль и оливковое масло перец кто-то любит может перчик черный молотый и лимон можно сок еще и лучок репчатый тоже меленько порезть но это кто как любит в общем народ пишите в коментах пишите в коментах что кто добавляет в табуле нам ставьте лайки будем ждать ваши подписки комментарии и всего вам хорошего